Сегодняшняя тема. Любовь Сидейки и не пишет, что ее не удовлетворил ответ губернатора на предыдущий запрос. По словам депутата, здоровье, а иногда и жизнь многих петербуржцев зависит от своевременного получения ряда медицинских препаратов. Очень хорошо, что, как сообщаете вы, часть таких препаратов уже поступила в продажу, а другая часть поступит в ближайшее время. Но в продаже они имеются за полную стоимость, а для льготников по-прежнему отсутствуют. За полную стоимость, в связи с тем, что она очень высока, большинство льготников купить эти лекарства не в состоянии, даже если им обещают в дальнейшем денежную компенсацию, с такими словами народная избранница обращается к градоначальнику. Также, по словам Любови Сидейкияне, в ответе на ее предыдущий запрос ничего не говорится о предпринимаемых смольным мерах, чтобы предотвратить ежегодные задержки с поступлением в аптеке льготных препаратов на 3-4 месяца. В конце народная избранница практически повторяет те вопросы, которые звучали в ее обращении двухнедельной давности. Возможно ли организовать продажу лекарств по льготным рецептам во всех действующих аптеках? Причем так, чтобы лекарства, имеющиеся в продаже за полную стоимость, обязательно продавались бы и по льготным рецептам. Считаете ли вы возможным взять обеспечение льготными лекарствами под свой личный контроль, поскольку право на льготное лекарственное обеспечение установлено российским законодательством и является одним из важнейших социальных прав? Интересуется Любовь Сидейкияне. Источник, baltinfo.ru Ставь лайк и подписывайся на наш канал.